вот сейчас алексею дай я денег займы тут что думаете из этого получится не возьму дружба измеряется деньгами дорогой алексей нет когда появляются не лишние пару нулей и дружбе приходит единомышленники люди которые вместе что-то создают вместе создают большой огромный бизнес создает очень часто придают друг друга и кстати ради денег однажды мне просто вот эти вот эти слова не мне мозги перевернули было конечно же какая-то кризисная ситуация которая в 90-х было в начале двухтысячных было чуть ли не у всех граждан россии и когда мне срочно понадобились деньги с выпеченными глазами бегал по городу искал их они все те кого я считал друзьями мне помогли далеко не и даже я бы сказал очень мало кто помог хотя знаю что деньги у них были и вот когда я уже от того в каком-то отчаянии просто вспомнил старого старого доброго друга причем это женщина с которой у нас была вот в прямом смысле слова дружба у нас никогда не было никаких интимных отношений и когда я обратился с к ней с просьбой уже от отчаяния по нее думаю что мне уже ну никак этот человек не уже никак не поможет она помогла мне причем и ресурсам административным и финансовым и когда с упченными глазами стояла чуть не плакал потому что ситуация была достаточно критической она не сказал лёша кто как не друзья помогут тебе и вот тут я понял что именно в беде драматической ситуации познаются настоящие друзья алексей отталкиваясь от вашей истории я могу сделать выводы что все-таки дружба между мужчиной и женщиной существует да несомненно и не только вот в каких-то драматичных ситуациях таких примеров очень много как но я хочу сказать екатерина что дружба между мужчиной и женщиной не только существует я до сих пор дружу с замечательной девушкой юлии захаровой кстати хочу передать ее привет и поздравить ее со всеми майскими праздниками пожелать ей счастья любви всего-всего самого наилучшего екатерина так вот это вот восторженная ода июля я думаю наталкивает нас на как раз предвосхитить следующую рубрику нашей программы как стол заказов смотрим друзья мои алексей у вас есть возможность в нашей рубрике стол заказов поздравить своих коллег с днем радио насколько знаю вы раньше работали на радиостанция на спутник fm был такой счастливый период моей жизни я работал в прямом эфире ток-шоу пять вечеров больше всего мне нравилось что приходилось работать в прямом эфире это было для меня я поздравляю всех своих коллег с кем я когда-то работал кто помнит мой голос всех всех слушателей кто помнит мой голос на fm 107 с праздником вас дорогие коллеги джема есть такое что понятие дружба крепнет с каждой выпитой так сказать рюмкой вот ну и песни рекой текут в один ладно если бы песни потом и уже дружба переходит в любовь ты меня уважаешь брата не только я тобой горжусь не знаете я эту дружбу не отношу к дружбе я эту дружбу отношу к финансовым отношениям есть бутылка все друзья нет бутылки извини подвинься что третьим будешь что иди домой что но почему очень часто рождается дружба застолье да конечно даже в дружеском за струбе когда будущие родственники только что обретенных от своих новых семей за застольем потом дружат все оставшуюся жизнь если эти когда же когда развелись вот эти вот самые есть еще или которые очень трудно идут как бы так сказать на сближение на на полке новых людей тем более взрослые люди а так скажем при застолье винные пары снимают так сказать запреты снимают стенки снимают недопонимание все же дружбу нужно искать в состоянии когда вы совершенно так сказать адекватный чистый душой о ясно мыслите вот именно тогда что у трезвого так сказать на уме то у пьяного нет винный магазин что ли давайте возьмем идеальный пример дружбы дружба между собакой и человеком это идеальный пример как можно собаку заставить дружить за деньги алексейс у собаки с человеком нет дружбы есть только привязанность друзья мои давайте кратко резюмируем алексей существует ли настоящая дружба до арту да существует существует ли дружба между мужчиной женщины да безусловно юля привет можно ли купить дружбу за деньги нет можно уверяю вас у меня по этому поводу родились замечательные строки с друзьями нужно обращаться также как и с деньгами копейки терять и не разменивать на всякую мелочь золотые слова екатерины я бы добавил что-нибудь из капитала маркса но лучше не скажешь вы смотрели программу m news в студии с вами были алексей ходырев артур габасов и екатерина герман привет пока смотрите телеканал м телевизион мы делаем вашу жизнь ярче и интереснее до новых встреч кать слушай у меня к тебе просьбу до 5000 надо вот знаешь это все-таки дружбы о а я уже что ради друг друга не сделаешь я не сказал 10 5 я все но отдавать не собираешь поэтому 5 умником и скажу вам я не сказала замечательных разу мне например опять-таки замечательно хоть и моя да мне бывает очень тяжело когда я не могу дать займу другу самому плохо его помочь ему помочь ну а я легко могу не дать нету денег понимаете другу настоящему другу не да потому что я прописную истину выточенную в камне даешь руками забирать приходится ногами не давайте взаймы ни за что нас давал-давал-давал и в итоге ни друзей ни денег раз-два-два-два-два-четыре папка